МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Татарстане налажено производство боевых беспилотников типа «Шахет». Расследование YouTube-канала «Разворот». Как белорусские власти и белорусские военные относятся к размещению в Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер». Также сегодня. Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кожгетовичем «Шойгу». И он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля. Министр транспорта России Виталий Савельев предлагает использовать боевые корабли для доставки туристов в аннексированный Крым. Число пострадавших при обстреле российскими войсками села Первомайское в Харьковской области Украины достигло, по данным местных властей, почти 45 человек. Все они, в том числе женщины и дети, получили ранения легкие или средней степени тяжести. Мощные взрывы произошли в оккупированной Макеевке в Донецкой области. Оккупационные власти заявляют об одном погибшем и 40 раненых. Временно исполняющий обязанности главы так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждает, что обстрелу подверглись жилые кварталы. Однако, по данным украинских телеграм-каналов, ракета попала в склад боеприпасов для ракетных систем залпового огня, что и объясняет мощность взрывов. Из новостей с фронта в Украине отмечу сообщение пророссийского военкора Александра Сладкова, написавшего в своем телеграм-канале, что вооруженные силы Украины, возможно, взяли под свой контроль Клещеевку под Бахмутом. В одном из недавних выпусков «Времени свободы» один из военнослужащих ВСУ рассказывал, что этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку из него весь Бахмут будет просматриваться и простреливаться, как он сказал, на 100%, а потому Бахмут будет гораздо легче освободить. Представители так называемой Донецкой Народной Республики опровергают сообщение о взятии Клещеевки, но признают продвижение там украинских войск. Генштаб ВСУ эту информацию пока не комментирует. Тем временем власти Чечни в лице министра печати Республики Ахмеда Дудаева заявили, что вчерашнее жестокое избиение обозревателя «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката-правозащитника Александра Немова имеет, цитата, «почерк западных спецслужб». Дудаев назвал Чечню самым безопасным регионом России и пообещал найти, как он выразился, зачинщиков этой провокации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня днем, отвечая на вопрос, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело по поводу нападения на Милашину и Немова, предложил подождать. Вчера, комментируя нападение, он выразил озабоченность, но прямо осудить его отказался. Разумеется, президенту доложено. Вы знаете, что сейчас вопросом уже занимается полномочный представитель президента по правам человека Маскалькова, который уже обратился и в Следственный комитет республики, и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и требуется реализация следственных действий на фоне этого нападения. А могут в Кремле какую-то оценку произошедшему дать? Ну, оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет о очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале пообещал, цитата, «разобраться». Не лишний будет напомнить, что Елена Милашина не раз писала о преступлениях, совершаемых нынешним режимом в Чечне. В 2020 году в Грозном ее избили, но уголовное дело тогда возбуждено не было. Милашиной много раз угрожали расправой, в том числе и лично Рамзан Кадыров. Вот запись трехлетней давности. Глава Чечни совершенно недвусмысленно говорит о готовности организовать убийство, даже если за него кому-то придется отсидеть в тюрьме. Эй, господа, федеральная служба безопасности, вы должны обеспечить безопасность. Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, Газпром, это народные деньги, которые вы зарабатываете. Не платите тем людям, врагам нашего, миллион пятьсот тысяч у нас населения, врагам народа денег. В конце концов, надоело. Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то и так и скажите. Один возьмет до себя этот груз, ответственность, и понесет по закону наказание. Посидите. Это был глава Чечни, Рамзан Кадыров, запись 2020 года. Милашина и Нема вчера были доставлены в Москву специальным авиарейсом, который, как сообщил бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был оплачен частными лицами, имен которых он не знает. Ну а Елена Милашина вчера подробнее рассказала о том, что случилось. Они выкинули таксиста из машины. Нас вниз головой, мне попытались завязать руки за спиной. Сашу проткнули, видимо, тогда ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него оттуда. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, и уже нас затащили в какой-то обрак, начали избивать. Они обрили? Да, это они сделали, это не врачи. Все думают, что это врачи, что у меня какие-то страшные раны. Ран, слава богу, нет. Это ушиба. Рана, чем это ушиба, чате, наверное, знают люди, да? Вот, у меня ран нет. У Саши есть рана наживая. А чем били? Полипропиленовыми трубами, которыми обычно в Чечне бьют задерживаю. Я много раз писала о применении этих труб в этих целях. И на своей шкуре, как говорится, убедилась, что это, в общем, оружие мощное. Очень больно. И прям такой ощущение, как будто ожог. Плюс они пытались пароли эти получить. Они там грозились отрезать палец Саше, палец мне, и прям поднесли этот нож со следами крови, тот самый, который к моему пальцу. Чуть ли не начали резать, а потом убедились, что мой телефон не реагирует уже на палец. Там что-то с ним произошло, или с пальцем произошло. В общем, бросили они это занятие. Потом они начали палкой бить по каждому пальцу, ну, там, по двум. Угрожать, что они их сломают. Слава богу, все-таки переносли. Это была обозреватель новой газеты Елена Милашина. У меня лично вызывает восхищение, как она держится после пережитого. Несмотря на интенсивность боевых действий в Украине, региональные российские власти предлагают довольно причудливые способы доставки туристов в аннексированный Крым в летний сезон. Так, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил автолюбителям ехать в Крым через оккупированные регионы Украины. Несмотря на то, что недавно, к примеру, украинской ракетой был поражен Чингарский мост, соединяющий полуостров с Херсонской областью. Вот фрагмент диалога Кондратьева с Владимиром Путиным. Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям. А для жителей этих территорий также будет важным, что через их территории едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны. Да, хорошо. Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения. Но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен. Это был диалог губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и президента России Владимира Путина. Что же касается Крымского моста, то там из-за ужесточения правил досмотра в эти дни образовались огромные пробки. В связи с этим министр транспорта России Виталий Савельев не исключил использование боевых десантных кораблей для переправки автомобилей. Напомню, что и российский военный флот за время войны понес ощутимые потери. Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кожакетовичем «Шойгу». И он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по 5 рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль. То есть в целом мы до 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе, минуя также Крымский мост. Говорил министр транспорта России Виталий Савельев. Тем временем заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, недавно отличившийся, кстати, использованием в своей программной статье фейковые цитаты американской писательницы Айн Рент, предложил довольно оригинальный способ пополнения ресурсов российской армии, действующей в зоне так называемой специальной военной операции. Медведев предложил передавать армии конфискат, имеющийся, по его данным, в большом количестве. Я получаю информацию об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, там, разных контрабандистов и других нарушителей. И это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции. Это и быстроходные катера, и автомобили, гусеничная, иная техника. В таких средствах, безусловно, сейчас нуждаются наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок. По различным причинам, вполне формальным, конечно, этот конфискат не передается на нужды специальной военной операции. И хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано, но решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства. Это был заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Но, конечно, гораздо серьезнее выглядит публикация YouTube-канала «Разворот» о том, что в Татарстане в сотрудничестве с Ираном налажено производство боевых беспилотников камикадзе типа «Шахет», так часто применяемых против гражданских объектов в Украине. Вот что с ведущей канала «Разворот» Антон Рубин рассказывает о том, как удалось узнать о таком производстве и чем руководствовались те, кто его организовал. Как узнали? Общались с людьми, которые непосредственно с этими связаны. Конечно, источники мы сейчас выдавать не готовы. Возможно, в будущем можно будет их открыть. Но это не один человек. И это огромный набор документов. Это внутренняя переписка, внутренние таблички с вопросами к иранской стороне на этапе переговоров с Ираном. Это письма потенциальным партнерам, которые, кажется, отказались от сотрудничества. И много-много технической документации. Они пытались сотрудничать с российским производством «Калашников», с Ижевским заводом, для того, чтобы производить боевую часть для этих дронов. Но почему-то у них не задалось. Также они пытались сотрудничать с организацией «ТАИП», которая специализирует на производстве беспилотников. Но там столкнулись с внутренним саботажем. В общем, с отечественными предприятиями как-то не зашло у них. А вот с иранским производством куда проще им оказалось сотрудничать. В Татарстане этим занимается Алабуга. Это название, татарское название Елабуги. Алабуга – это свободная экономическая зона, в которой очень сильно снижены налоги. И очень много было привлечено еще до войны. В том числе западных производств. Форт Солерса, самых известных. Костамону, производители ламината из Турции. И много-много других еще предприятий, которые пользовались налоговыми льготами, пользовались очень недорогой рабочей силой. И это действительно выглядело как успешный проект, такой оазис промышленного производства в Татарстане. Часть из этих производств, конечно, после войны ушли. Например, Форт Солерса не стало. Вместо Форда там теперь собирают китайские грузовики. На базе компании «Джек» называются они как-то иначе. Но это, в общем, не должно никого смущать. Это «Джек» и есть. По отзывам, они разваливаются и выходят ржавыми уже прямо из завода. Поэтому, в общем, ничего хорошего создать после войны не удалось. Разве что сборка иранских дронов, которая, кажется, идет пока успешно, к сожалению. Эффективно достаточно организованы логистические поставки из Ирана. Это полный конструктор. Там от производства, конечно, речи не идет. Это сборка из уже имеющихся запчастей. Но планирует постепенно за 2-3 года перейти к производству. Именно они сборки на территории России. История развивалась так, что они как бы и не собирались изначально становиться частью российского ВПК. Но у них начали призывать сотрудников, высококвалифицированные кадры, которые в России всегда в большом дефиците. И они сначала пытались нанимать людей специально под призыв. Вы знаете, когда нанимают людей в штаб только для того, чтобы отдать военкома на съедение. И этих людей стало тоже не хватать. И они решили, что, наверное, оборонзаказ их спасет, потому что предприятия, выполняющие оборонзаказ, получают бронь. Фактически это была попытка защититься от раздербанивания кадров квалифицированных. И вот постепенно, шаг за шагом, они как бы все глубже и глубже в это болото погружались. Погрузились до того, что теперь полностью собирают иранские дроны. Иран, как и Россия, тоже находится под санкциями. Они, как вы знаете, давно уже находятся. И поэтому у них проблемы с реализацией, проблемы с товарооборотом и денежным оборотом. Поэтому рубли, конечно, никуда бы не смогли сплавить. Это совершенно точно. В России им нечего закупать в таком объеме, в котором они могли бы получить рубли. За эту франшизу фактически. Поэтому они сначала подумали, сказали, давайте нам лучше в золоте. А потом, видимо, поняли, что и золото на мировом рынке в таком количестве они продать не смогут. Именно из-за санкций. И попросили оплату в долларах. Долларов столько у России не нашлось. И вообще той суммы 80 миллиардов в рублях, если считать, у Российской Федерации тоже, кажется, не нашлось. Несмотря на то, что правительство курирует. Правительство Российской Федерации и правительство Татарстана курирует и полностью поддерживает этот проект. Найти 80 миллиардов не смогли, нашли только 30 миллиардов. Остальные 50 попросили вот эту самую особую экономическую зону Алабуга найти самостоятельно. По косвенным данным можно предположить, что в этом им помог господин Костин, представляющий ВТБ. Проблема в том, что Министерство обороны не финансирует заранее. Нет никаких авансовых платежей. Они готовы платить только за готовые беспилотники. Но чтобы эти готовые беспилотники поставить, понятно, нужно вложиться. И вот с этим косовым разрывом Алабуга постоянно и работает. Про то, сколько людей, про то, кто эти люди. Это отдельная тема, и она будет... Это только первая же часть расследования вышла у нас. Будет дальше выходить и про людей. Для нас это было очень интересно, кто вообще эти люди, что они думают, собирая беспилотники, которые потом полетят бомбить очередной какой-нибудь украинский город. Что их мотивирует? Все это мы обязательно будем рассказывать и показывать. Это был соведущий YouTube-канала «Разворот» Антон Рубин. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 июля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Вслед за сообщением о том, что Евгению Пригожину были возвращены конфискованные силовиками после мятежа денежные средства и золотые слитки, стало известно, что владельцу ЧВК «Вагнер» вернули именной пистолет, которым его наградил, угадайте, с трех раз, министр обороны России Сергей Шойгу. А вот что касается подразделений ЧВК «Вагнер», которым было разрешено уйти в Беларусь после мятежа, то там остается много неясного. Александр Лукашенко высказался по этому поводу довольно противоречиво. «Никаких лагерей мы не строим. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть, все есть, ставьте палатки. Ну, чем можем, поможем. Пока определяться, чем им заниматься». Это был Александр Лукашенко. Присутствие ЧВК «Вагнер» в Беларуси я обсуждаю с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, ну, судя по всему, вот эта эйфория по поводу участия Александра Лукашенко в урегулировании вот этого военного мятежа Евгения Пригожина, она несколько успокоилась. И сейчас, конечно, приходится задаваться вопросом, что вагнеровцы вот в эти дни делают на территории Беларуси. Есть ли какие-то данные о том, какие у них лагеря, где эти лагеря находятся? Ну, прежде всего, надо сказать, что именно слова «делывать» на территории Беларуси пока еще даже невозможно подтвердить ни теоретически, ни практически, потому что нет никаких данных, что какие-либо вагнеровцы уже оказались на территории Беларуси. Об этом много разговоров. И пока действительно нет никаких ни официальных, ни неофициальных подтверждений тому, что какое-то количество вагнеровцев оказалось на территории Беларуси. Есть подтверждения о том, что, например, около поселка Цель, согласитесь, какое красноречивое название, это Осиповичский район, к югу от Минска, на бывшей военной базе проводятся какие-то работы. Там в 90-е годы в той части дислоцировалось 1500 человек военные вместе с семьями. Но в 2018 году ракетную бригаду перевели в Осиповичи, люди разъехались, общежития и казармы стали пустовать. Но сейчас на этой территории, где раньше размещалась бригада, начались определенные, ну, довольно простые работы. Там кладут плитку, устанавливают палатки. С другой стороны, конечно же, поток каких-то комментариев и поток разных версий информации, он не ослабевает. Люди рассуждают о том, кому было выгодно и как это может сообразиться на территории Беларуси. И об этом и мы с вами можем сейчас поговорить. Это, конечно же, очень интересно, как общество белорусское воспринимает присутствие военизированной группировки из другой страны на своей территории, и тоже как военные это воспринимают. Ведь, насколько я понимаю, зарплата у наемников ЧВК Вагнер значительно выше, чем у офицеров и даже генералов белорусской армии. Ну, естественно, что в условиях современной Беларуси, в условиях авторитарного диктаторского режима никакого публичного неудовольствия, проявления какого-то неудовлетворения со стороны официальных военных, не может быть и речи. Но о том, что в средствах массовой информации появляются какие-то высказывания, там, неофициальные или высказывания анонимные военные, что, конечно же, вряд ли белорусским военным и белорусским силовикам может понравиться присутствие Вагнера на территории Беларуси. Прежде всего, вопрос о том, что военные и силовики, в широком смысле слова, они сегодня полностью властвуют Беларуси, они подавили белорусскую революцию и считают себя самыми главными в белорусском государстве. И тут приходят какие-то, ну, непонятно, то ли наемники, то ли бандиты, поскольку сам Путин назвал их предателями. И вот к этим бандитам, которых белорусские силовики привыкли, что называется, мочить, к ним нужно будет как-то уважительно относиться, я не знаю, они будут иметь какой-то статус. И очевидно, что белорусским силовикам это не понравится. И по некоторым данным, вот когда Лукашенко проводил сразу же после событий совещание с силовиками, с того, что просочилось в независимой прессе, ну, есть данные, что он именно как бы объяснял свое решение, почему он помог Пригожину, объяснял, что баланс от этого не изменится, баланс сил, никто не будет, так сказать, тут этим Пригожинцам слишком такие роскошные условия представлять. Сам Лукашенко, кстати, заявил, из его слов такая была фраза, что они будут тут жить за свой счет, и это другой как раз аспект, именно финансовый. Дело в том, что за всю историю российско-белорусских отношений при Александре Лукашенко с 1994 года никогда не было, чтобы Беларусь, чтобы Лукашенко платил россиянам. Обычно Москва, Россия платит Лукашенко, и даже трудно представить, чтобы Лукашенко с белорусского бюджета или с каких-то других фондов платил вагнеровцам. А с другой стороны, если им не будет сейчас платить российское государство, как заявил Путин, столько миллиардов именно шло, именно на содержание Вагнера, а сейчас они предатели, то за счет чего они будут жить? Ясно, что, возможно, Лукашенко захочет какие-то проекты, те же африканские, поддерживать с Вагнером, чтобы получать свою долю. Но трудно представить, зная всю его политическую биографию, его характер, чтобы он платил вот этим наемникам просто за то, что они находятся на территории Беларуси, не понимая, какая от них может быть польза, и какие проекты с ними он может делить. Ну, а у Лукашенко есть хотя бы теоретическая возможность выгнать вагнеровцев с территории Беларуси, если встанет такой вопрос? Я думаю, безусловно, есть. Многие аналитики отмечают, что, конечно же, разговор не идет о каких-то тысячах вагнеровцев, когда люди, ну, скажем так, интерпретируют общее количество вагнеровцев и предполагают, что все они появятся в Беларуси. Конечно, это не так. Считается, что максимум тут может появиться несколько сотен до тысячи, потому что, ну, какая-то часть действительно просто попишет документы с Российским министерством обороны, какая-то часть уйдет, какая-то наиболее манитеристическая или наиболее, скажем, профессиональная часть может оказаться в Беларуси, но именно они должны понимать, что они тут оказались благодаря вмешательству Лукашенко, и Лукашенко, конечно, не позволит кому-то, скажем так, препятствовать каким-то своим целям или какой-то своей политической стабильности. Очевидно, что, ну, поскольку их и не будет тут много, и определенное зависимое положение вагнеровцев на территории Беларуси, мне кажется, будет оставаться, поскольку они тут будут находиться без поддержки российского государства, это очевидно, без поддержки Кремля, то я думаю, учитывая все эти факторы, ну, Лукашенко не позволил, чтобы они тут могли играть какую-то самостоятельную политическую роль, могли как-то, скажем так, вмешиваться в белорусские дела. Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Чехии отмечается государственный праздник, День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, создателей славянской азбуки. Кирилл и Мефодий канонизированы как православной, так и католической церковью. Считается, что Кирилл и Мефодий впервые ступили на землю Моравии ровно 1160 лет назад, 5 июля 863 года. Константин Кирилл, это полное имя Кирилла и Мефодий, абсолютно реальные исторические персонажи, но, конечно, довольно сильно мифологизированные. Об этом говорит доктор исторических наук, специалист по византийскому периоду Сергей Иванов. Я думаю, девять десятых наших граждан уверены, что наш алфавит кириллица создан Кириллом и Мефодием. Это абсолютная неправда. Константином Кириллом создан совершенно другой алфавит, глаголица, из которого впоследствии ими-ими, их учениками позаимствованы некоторые буквы. Мефодий был замечательным организатором, но именно творческая вся фантазия принадлежала, видимо, Константину. Так вот, Константин был одушевлен, если хотите, интернационалистской идеей о том, что просвещение на родном языке заслуживают все народы, потому что все языки равно созданы Богом. Он отстаивал эту идею во многих спорах. Со временем глаголица какими-то путями, скорее всего, все-таки из Болгарии уже проникла и на территорию нашей страны. По-разному, глаголические надписи, хотя и в небольшом количестве, но встречаются на Руси, на север, вплоть до Великого Новгорода. Если мы говорим непосредственно о глаголице, то она, как это ни странно прозвучит, самое длительное влияние оказывала на ныне глубоко католической стране Хорватии. Именно в Хорватии глаголица использовалась вплоть до XX века, и были даже планы сделать ее государственным языком, когда Хорватия обретет независимость. Ну вот, в начале XX века шли такие разговоры. Правда, там ее считали изобретением Иеронима, а вовсе не Константина Кирилла. Но это действительно некоторый такой исторический курьез. Если же говорить в широком смысле о наследии Кирилла Мефодия, а именно о том, что христианством должно быть просвещено все человечество, и что греки должны смирить свой культурный снобизм и признать в любом новокрещенном народе своих братьев. Это в этом далеко не легко было, практически невозможно в сущности в этом было убедить гордых византийцев. Так вот, в этом смысле демократизм, или, если хотите, интернационализм Кирилла Мефодия, имеет значение, ну, если угодно, для всего человечества. Это был доктор исторических наук, специалист по византийскому периоду Сергей Иванов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова